Прошите от имени Аксимиры Шахматной Федерации Федерации президентского совета певецы на шахматах в Олимпийском комитете. Мне приятно здесь быть, потому что тут мои коллеги шахматисты на сцене. У нас шахматистов хорошее в клубе в Олимпийском комитете. Жуков Александр Дмитриевич около 10 лет возглавлял Российскую Шахматную Федерацию. Сейчас почетный президент Российской Шахматной Федерации и программа «Шахматы». У него очень много направлений в выгодность руководства Российской Шахматной Федерации. У нас в России произошло Селиванов, Андрей Владимирович тоже. Он долгое время возглавлял Шахматную Федерацию в России. И явался лицепрезидентом Северной Шахматной Федерации Федерации. В двух словах о ФИДЕ. На сегодняшний день ФИДЕ – это самая крупная международная спортивная федерация по количеству соревнований и участников. Три года назад английская компания «Югал» провели статистические исследования во многих странах мира, как шахматы популярны. В России у нас 60%, мне кажется, даже более играет в шахматы. Мы провалили опрос в более чем 100 странах мира, и оказалось, что на планете более 600 миллионов, а точнее, по их данным, 620 миллионов на нашей планете, 7 миллиардов людей, играют в шахматы или знают правила игры. ФИДЕ в год проводит более 100 тысяч соревнований, и в 187 странах мира уже все мы греем. На днях написали заявление, что тоже хотят вступить на ФИДЕ, 187 стран, является членом Северной Шахматной Федерации. Наша задача сейчас до 2020 года – увеличить количество играющих на планете до 1 миллиарда. Это у нас сейчас лозунг – 1 миллиарда играющих на планете. Поэтому ФИДЕ принял соответствующую программу, где попоперевизируют шахматы во многих странах, и в течение этого года еще около 20 стран вступит в ФИДЕ. Мы благодарны Международному альпийскому комитету, пытка, когда МОКом руководил МОКом Антонио Самараншин, он очень сильно поддерживал шахматы, и в 1999 году из полкового Международного альпийского комитета впервые признал шахматы как спорт. До 1999 года шахматы не были признаны спортом. И вот на ассамблее МОКа шахматы и каратэ признали спортом. Вместе с каратэ соревновались. Мы работаем с Международным альпийским комитетом по многим направлениям, и ФИДЕ стала рекорднать признанной Международным альпийским комитетом и организациям штаб-квартира у нас находится в Греции, глазами также. 22 июня у меня состоится встреча с президентом Международного альпийского комитета, Томасом Бахманом, которым мы будем рассматривать шахматы, чтобы вошли в альпийскую программу. Сейчас в 117 странах мира Национальной шахматной федерации являются членами Национальных альпийских комитетов. И на сегодняшний день многие Национальные альпийские комитеты направили письма Томасу Бахману по руководству Международного альпийского комитета о включении шахмат в зимнюю альпийскую программу. Почему в зимнюю альпийскую программу? Ну, длинная программа она переполнена, и по совету чиновников Международного альпийского комитета сейчас мы хотим войти в зимнюю программу. Поэтому работаем в этом направлении и хотелось поблагодарить Александра Дмитриевича за поддержку по включению шахмат в зимнюю альпийскую программу.